Закалка стали Закалка стали важнейшая операция термической обработки. Она заключается в нагриве стали доустанитного состояния и охлаждении в различных средах, например, в воде, в минеральном масле. Закалка с последующим отпуском изменяет прочность, пластичность, ударную вязкость и другие механические характеристики стали. В основе закалки стали лежит полиморфное превращение гамма железа с кубической границентрированной решеткой в альфа железа с объемно-центрированной решеткой. Твердый раствор углерода в гамма железе называется аустанитом. При достаточно быстром охлаждении кубическая ячейка аустанита превращается в тетрагональную ячейку мартенсита. Мартенсит в стали это пересыщенный твердый раствор углерода в альфа железе. Структура мартенсита может быть различна в сталях разного состава. В границентрированной кубической решетке аустанита существует четыре кристаллографические решетки. Идентичных непараллельных плоскости типа 1-1-1. И шесть непараллельных направлений типа 1-1-0. Кристаллическая решетка мартенсита закономерно ориентирована по отношению кристаллической решетки аустанита. Расположение атомов в решетках аустанита и мартенсита наиболее близко в плоскостях их плотной упаковки типа 1-1-1 аустанита и 0-1-1 мартенсита. А также вдоль направлений плотной упаковки типа 1-0-1 аустанита и 1-1-1 мартенсита. Сопряжение решеток аустанитный и мартенситный фаз может происходить по плоскостям. И направлением соответствующим ориентационным соотношением Курдюмова-ЗАГСа. В сплавах железа могут также наблюдаться ориентационные соотношения ниши ямы. Часто реализуются промежуточные ориентационные соотношения. При образовании мартенсита происходит искажение формы превращающегося объема. В соседних решетках аустанита выделим тетрагональную объемно-центрированную ячейку. Сжимая эту ячейку вдоль оси С и растягивая вдоль осей А и В можно получить объемно-центрированную ячейку кристаллической решетки мартенсита. В углеродистых сталях атомы углерода находятся в актоидрических порах решетки аустанита. При превращении аустанита в мартенсит путем деформации Бейна атомы углерода оказываются в актоидрических порах решетки мартенсита и располагаются только вдоль оси С. Это приводит к тетрагональному искажению решетки мартенсита. Структурные формы мартенсита весьма разнообразны. В сплавах железа можно выделить два основных морфологических типа мартенситных кристаллов. Пластинчатый И пакетный Пластинчатый мартенсит образуется в углеродистых, высоконикелевых и других сталях. Кристалл Пластинчатого мартенсита Имеет форму тонкой линзовидной пластины. В плоскости шлифа пластины имеют вид иглы. Толщина мартенситных пластин от 1 до 100 микрометров. В пластинчатых мартенситных кристаллах за габитусную плоскость обычно принимают среднюю плоскость кристалла. В зависимости от состава сплава плоскостью габитуса могут быть следующие кристаллографические плоскости. Кристаллы, возникающие первыми в эустанитном зерне, имеют наибольший размер. Они могут простираться от одной границы зерна до другой. По мере развития превращения в эустанитном зерне образуются все более мелкие мартенситные пластины, а участки эустанита соответственно уменьшаются. В эустанитном зерне соседние кристаллы мартенсита не параллельны друг другу. Они образуют сложные пространственные группировки в виде зигзагов или ферм. Узкая темная полоса в центральной части линзовидного кристалла называется средней линией или медрибом. Медриб — это область с плотным расположением тонких двойников превращения. Толщина двойников превращения в зависимости от состава стали колеблется от нескольких единиц до сотен ангстрем. Ширина медриба в железоникелевых сплавах возрастает с увеличением содержания никеля вплоть до полного заполнения объема кристалла. В периферийных областях мартенситной пластины наблюдается хаотически расположенной дислокации. Предполагается, что вначале возникает медриб, затем кристалл растет в толщину. Этот процесс протекает практически мгновенно. Пакетный мартенсит образуется в малоуглеродистых, легированных сталях и в некоторых безуглеродистых сплавах железа. Кристаллы пакетного мартенсита — это тонкие пластины, вытянутые в направлении типа 0.1.1 аустенита. Таковы соотношения размеров пластины и приблизительная ее толщина. Пластины пакетного мартенсита параллельны друг другу. Они образуют плотный, примерно равноостный пакет. Соседние кристаллы в пакете могут иметь двойниковую ориентацию по отношению друг к другу. В легированных сталях они разделены прослойками остаточного аустенита. В пакетном мартенсите габитусная плоскость близка кристаллографической плоскости 1.1.1 аустенита. В одном аустенитном зерне могут образовываться пакеты мартенсита лишь четырех типов по числу плоскостей типа 1.1.1 аустенита. Субструктура кристаллов пакетного мартенсита имеет сложные дислокационные строения. Превращение аустенита в мартенсит при охлаждении начинается с определенной для каждой марки стали температуры. Температура начала мартенситного превращения называется мартенситной точкой. Начиная с этой точки при дальнейшем охлаждении образуется мартенсит. Образование мартенсита возможно ниже Т нулевого, когда его термодинамический потенциал становится меньше термодинамического потенциала аустенита. Изменение термодинамического потенциала при мартенситном превращении обусловлено различием его объемных значений для аустенита и мартенсита. Появлением поверхностной энергии. Энергии упругой деформации. В результате разность объемных термодинамических потенциалов аустенита и мартенсита становится больше при вращении поверхностной и упругой энергии. Мартенситная точка лежит значительно ниже Т нулевого. Рассмотрим основные разновидности кинетики образования мартенсита. Рассмотрим основные разновидности кинетики образования мартенсита. А термическое превращение развивается только при непрерывном понижении температуры ниже мартенситной точки. Рост кристаллов быстро затухает, если прекратить охлаждение образца. При возобновлении охлаждения образование мартенсита начинается после некоторого понижения температуры. Это явление называется стабилизацией аустенита. Температура начала термического превращения не зависит от скорости охлаждения при закалке в обычных условиях. При значительном увеличении скорости охлаждения мартенситная точка может скачкообразно понижаться. Например, в Титане наблюдаются четыре типа мартенситных превращений. В сплавах железа с 30-32% никеля происходит взрывное образование мартенсита. Превращение начинается практически мгновенно, при этом возникает большое количество мартенсита. Взрывное образование сопровождается звуковым эффектом и повышением температуры образца. После начального взрыва превращение приостанавливается. Образование мартенсита при дальнейшем понижении температуры протекает плавно, иногда с незначительными скачками. Для развития взрывного образования, если в монолитном образце образование мартенсита протекает взрывным путем, то в порошке того же сплава автокаталитичность не проявляется. Эффект взрыва исчезает и превращение развивается плавно. В некоторых сталях и сплавах образование мартенсита может протекать в изотермических условиях. Изотермическое образование мартенсита подчиняется общим закономерностям фазовых превращений. При изотермическом превращении количество мартенсита увеличивается во времени. Превращение начинается по истечении инкубационного периода. Продолжительность инкубационного периода и количество полученного мартенсита зависят от температуры. Объемная скорость при изотермическом превращении сравнительно невелика и также зависит от температуры. Объемная скорость сначала возрастает, затем убывает с увеличением степени переохлаждения по отношению к тену любому. Изотермическое образование мартенсита может быть выражено С-образной диаграммой. Микрокинетика мартенситных превращений отражает их течение в малых объемах образца. Взрывному образованию мартенсита соответствуют скачки импульсы на осциллограмме. Медленное, постепенное образование мартенсита не дает скачков на осциллограмме. Быстрое и плавное превращение может привести к появлению горба на осциллограмме. Взрывному началу превращения обычно соответствует большой импульс. В последующем, несмотря на плавность мартенситной кривой, на осциллограмме могут появляться многочисленные импульсы. Они отражают скачкообразный характер превращения в микрообъемах образца. Фазовый наклюб, возникающий при нагреве и охлаждении в результате циклических фазовых превращений, сглаживает микрокинетическую кривую мартенситного превращения в сплавах со взрывным его образованием. Скачкообразный характер превращения в малых объемах образца при этом сохраняется. Закономерная ориентировка решетки мартенсита относительно решетки аустенита. И высокая скорость роста мартенситных кристаллов привели к представлению о сдвиговом характере мартенситных превращений. При образовании мартенсита происходит закономерное, упорядоченное, направленное, кооперативное перемещение атомов без их обмена местами на расстояние меньше межатомных. На основании представлений о когерентной связи решеток аустенитной и мартенситной фаз было предсказано и обнаружено образование термоупругого мартенсита. Кристалл термоупругого мартенсита, находящийся в равновесии с исходной фазой, при понижении температуры растет. А при нагреве уменьшается и исчезает. Характерной особенностью мартенситных превращений является возникновение рельефа на плоской полированной поверхности образца. При образовании одной мартенситной пластины ее участок, обозначенный А, Б, С, Д, наклоняется. Линии А, Б и С, Д остаются прямыми. Прямые риски сохраняют непрерывность. Они остаются прямыми на наклонном участке А, Б, С, Д. Габбитусная плоскость при превращении не искажается, не поворачивается, то есть остается инвариантной. Однородная деформация решетки приводит к изменению формы превращенного объема. Изменение формы можно получить без перестройки решетки, пластической деформации, скольжением или двойникованием. При определенном сочетании деформации решетки и пластической деформации возможно сохранение макроскопической инвариантности габбитусной плоскости. На атомном уровне эта плоскость имеет достаточно сложное строение. Знания законов мартенситных превращений позволяют научно обосновать разработку новых сталей и режимов их упрочнения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...